Михаил Михайлович, вы для себя считаете хорошим признаменовением, придется играть на стадионе «Динамо», который оказался удачным для сборной в Лиге и нации в предварительном этапе? Конечно, мы рады вновь вернуться в Минск, сыграть на хорошем стадионе еще и своих зрителей. Поэтому это, конечно, какой-то определенный отпечаток накладывает, но, в принципе, я думаю, что у нас есть ребята опытные, которые с этим справятся. Так что, конечно, настроение очень хорошее и плюс определенные есть воспоминания, потому что я сам играл на этом стадионе. Мне очень приятно еще раз окунуться в эту атмосферу. Вопрос к тренеру. Вы ждете матч похожий с тем, который был в Таллине, или игры будут отличаться, как вы думаете? В принципе, мы с большим уважением относимся к команде соперника, к команде «Эстонии». Понятно, что отпечаток будет накладывать то, что мы играем дома, при своих зрителях. Но в целом, я думаю, что тактика и стратегия у нас не поменяются. Мы постараемся играть при своих зрителях в атаку и совершенствовать то, что те моменты, которые у нас получались в Таллине. «Эстония» потеряет игроков Клаван в следующем матче. Вы считаете, что это будет влиять на любое, из вашей перспективы? Не вызван отсутствие состава «Эстонии» Клаван. Это как-то более на игру с точки зрения вашей перспективы? Нет. Был бы Клаван, мы бы постарались играть точно так же. Такого отпечатка у нас нет. Мы больше ориентируемся, акцентируем внимание на своей игре. И последний вопрос. Вы имеете наиболее 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 наиболее. Что это уже показывает наиболее. Как много этих матчей в подготовке для праздничных матчей, потому что вы получаете возможность квалифицировать 2020 год. Так что эти матча также в подготовке для этого матча, который выйдет в марте? Это очень важно, потому что у нас осталось не так много игр, чтобы хорошо подготовиться. И плюс понятно, что когда новый тренер, то хочется познакомиться поближе с ребятами для того, чтобы определить ту обоему и тех ребят, на которых нужно будет положиться в мартовских играх. Насколько ты чувствуешь и в команде чувствуется изменение отношений к болельщику? Все-таки победа над Эстонией, знаешь, как всегда, болельщиков подвигает ожидать еще большего отбора. Сейчас матч домашний, матч, который влияет ментально, я думаю, очень серьезно на команду. Насколько чувствуется измененное отношение, насколько оно влияет перед матчем? Ну, я думаю, что победа есть победа, и люди немножко получили положительных эмоций, я думаю, это скажется. И завтра мы будем ждать опять же много болельщиков, хорошую поддержку. И, конечно, это будет передавать нам больше сил, эмоций, и я думаю, что они нам помогут в завтрашней игре. Вопрос к Евгенею Яблонскому. Вы довольно новым в национальном команде. Если Википедия правильно, то у вас есть два капа. Таким образом, как играть на национальном команде отличается от играть на клуб футболе? Как играть на национальном футболе отличается? Вопрос к Евгене Яблонскому. Довольно недавно вы начали вызываться в национальную сборную. У вас, судя по Википедии, два матча. Стоя главная выборная команда страны. Насколько игры за сборную отличаются от матчей за клуб? Ну, конечно, игры отличаются. Другая еще ответственность, наверное. Но, опять же, есть еврокубковый опыт, которые, вот, и прошедшие две игры помогли мне и справиться с волнением, с давлением. Так что всегда приятно. Каждый футболист мечтает играть за национальную сборную. Так что мне приятно здесь находиться. И, опять же, для команды я бы все делал, чтобы команда прогрессировала и добивалась результата. Прошли, пожалуйста. Спасибо.